С куполами и сноблуд, только елки, треугольных платьев. 21 500 стоит 6 часов. Такие монологи Марина слышит каждый день. Соседство с апатажным челябинцем длится почти 5 лет. Бездомный живет на теплотрассе под аркой дома. Здесь у него и кухня, и туалет. Периодически дворник убирает хлам, но квартирант снова приносит вещи со свалки. Все эти запахи, все это здесь остается, а скоро весна, и все это будет в еще большем эквиваленте увеличено. Кроме антисанитарии, жильцы жалуются на неадекватное поведение бездомного. По ночам челябинцы слышат крики, а зимой замечают, что сосед становится агрессивнее, видимо, когда употребляет алкоголь. Люди боятся не только за себя, но и за детей, ведь подаркой проходит маршрут школьников. Проходишь к нему, он что-то там нарвет, кричит. Вообще кошмар просто. Веси проявляет постоянно в последнее время. Он начинает за нами бегать, например, и агрессироваться. Жители уже неоднократно обращались и в администрацию, и к участковому. Бездомного несколько раз забирали, но он все равно возвращается. Как пояснили правоохранители, если в действиях гражданина нет состава преступления, задерживать его не могут. Граждане, находящиеся в трудном социальном положении, могут быть помещены в социальные революционные центры. Но делать это только на добровольной основе при написании им заявления. – Как у тебя дела? – ***. – Почему? – Очень болею. – Болею? – От ***. – Тебя куда-нибудь определить? – Нет. – В тепло? – Нет. – Почему? – Собирайтесь. – А в тепло? – Нет. – А тебя на кормят? – Отмоют. – Собирайтесь. Сделать медэкспертизу и отправить Челябинца на лечение могут лишь и родственники, о которых ничего не известно. Так что, вероятнее всего, горожанам придется смириться с неугомонным соседом. Наталья Петрухина, Андрей Грещук, 31 канал.